У них каждый день субботник. Местные добровольцы очищают село от военного мусора. Вот газосваркой распиливают подбитый украинский танк. Суровый и без лишних слов. Куда сдавать потом, скажи. Подбитую бронетехнику в Новосветловке увидишь на каждом шагу. Обгоревшие танки стоят вперемешку. Где-то украинские, а где-то силополчения. Чтобы точно знали, где свой, а где чужой, местные устанавливают вот такие поминальные кресты. Винки здесь появились только сейчас. Раньше здесь и живых людей-то почти не было. Да и Новосветловка не годилась для жизни. 80% домов были уничтожены бомбежкой. В Новосветловке больше всего досталась вот этой улице Краснозвездная. Украинская армия била по частному сектору и систем залпового огня смерч. Результаты вы видите сами. Вот такие воронки в каждом дворе. Маленькое село в пяти километрах южнее Луганска силовики обстреливали всю осень. А когда отступали, заминировали все огороды. У Клавдии Лукинишной ничего не осталось. Ни дома, ни хозяйства. Единственную корову убил осколком сарае. А без пенсии они с мужем-стариком только молоком и спасались. Думаю, что уже все. Мы же попали в картошку. На квартиру в подвал сидели там у людей. Это не дай бог. Дом стариков восстановят, но не сразу. Сейчас главная школа и больница. Она одна на пять сел. Сколько понадобится времени для того, чтобы отремонтировать все здание? Не знаю, даже сами рабочие. А восстанавливать придется многое. Ведь больница выдержала целых восемь артобстрелов. У бригады Андрея фронт работ на долгие месяцы. Но это их не пугает. Главное, чтобы опять бомбить не начали. Все, что привозят, это российская гуманитарка. Стройматериалов хватит не только на больницу, но и местным еще раз дадут. Чтобы не тратить время на поездки из Луганска в Новосветловку, рабочие ночуют прямо здесь, в бывших больничных палатах. Холодно, но это же временно. Дмитрий Зайцев, Вячеслав Масалев и Елена Новоселова. Анатомия дня. Новосветловка.